Сегодня у нас в гостях на площадке комитета информации наши известные спортсмены, во главе с известным тренером Виталием Слановым, руководителем Федерации бокса Южной Осетии и наши посадленные боксеры, которые выступают на профессиональном ринге. Тема нашей пресс-конференции посвящена достаточно крупному международному проекту, который у нас пройдет 5 июня, то есть буквально через неделю. И для Южной Осетии это действительно громкое и важное событие в сфере спорта. Так что, я думаю, вопросов у вас должны быть много, поэтому будем представляться и задать свои вопросы. Тогда, я думаю, пока будет небольшое предварительное выступление, чтобы потом было проще задать вопросы. Как мы знаем, 5 июня состоится, но это в нашей истории первый раз, один раз уже проводили профессиональный турнир. Но такого уровня и такой подготовки спортсменов, это у нас первый раз в профессиональном боксе. И более подробно расскажет нам Слава Виталий. Добрый день. В общем, по турниру. Турнир очень такой масштабный. Это такого уровня турнир не проходил, наверное, и в Северной Осетии. Хотя и выступал Мурат. Раз и два раза выступал на профессиональном ринге в Южной Осетии. И несколько раз в Северной. Но география особенная такая. Выступают, будут выступать бойцы из Азиатских бойцов, там Узбеки, Калкиркизы, китайцы будут выступать. Будут приличного уровня боксеры и европейцы будут. Ну и наши российские боксеры. Так что уровень турнира очень география такая широкая. И уровень будет, и надеюсь, зрителям понравится. И боксеры покажут. В первую очередь наши боксеры. Мы в них верим, что они одержат победы. Главный бой турнира это Суслан Тедер, наш чемпион мира. Он будет боксировать с очень сильным боксером с Узбекистана. Многократным чемпионом Узбекистана, Азии. Непобежденным бойцом на профессиональном ринге. Мы верим, что все сложится хорошо и Суслан держит победу. Это для него очень значимый бой. Дальше идут уже более высокие проекты. Ну и молодые ребята. Наш тяжеловес, сканемарский тяжеловес. Таир Келиксай будет боксировать с боксером при Балтике. С Литвы, да? Он с Литвы будет обыдный боксер. Много будет хороших боев. Надеемся, что зрителям это понравится. И спасибо Анатолию Ильичу, которая была его идея провести турнир здесь. Это нашим президентом. И постараемся оправдать надежду и зрителей, и руководство республики. Девять профессиональных боев это очень много. Потому что в основном бывает пять-шесть, иногда четыре. Вот в последний раз будет девять боев. Тем более там будут и восьмираундовые бои, и шестираундовые. Так что, в общем, предварительно так, девять или десять боев. Ну, девять – это точно. Можно еще? А вот, насколько известно, соперник Дайор Кейхсарба очень опытный спортсмен. Это для него какая-то проверка? Это идет? Не, ну, надо же когда-то начинать и с опытными бойцами боксировать. Он одержал две досрочные победы, он на подъеме. И тренерский коллектив. Вот с Алик Заурычем мы решили, с президентом федерации обсудили, и решили, что он уже на таком уровне, что может боксировать с такими бойцами. С божьей помощью, если одержит победу, дальше будем двигаться, и еще серьезнее будут противники. Во всем Советском Союзе бывшем, только у украинцев, Кличко, Костя, Дзюм и Доловкин в Казахстане, и другого, больше никому не было. Такого уровня боксера, так что, что значит, создать югостинскую. У нас прекрасная школа, и мы двигаемся дальше. А Виталий Константинович, это получается уже второй профессиональный турнир, который будет проводиться в Южной Осетии. Продолжится ли работа в дальнейшем по этому направлению? Нет, мы провели уже третий турнир. Не проводим третий турнир. На двух турнирах участвовали Мурат Гасиб, Иисус Лантеде боксировал в двух турнирах. Сейчас мы проводим третий турнир. И, конечно, видя, как руководство республики заинтересовано это, мы будем, наверное, и дальше проводить. Тем более, у нас очень много молодых, перспективных ребят, и будем стремиться с ними добиваться таких же успехов, как наш чемпион. Вот как возникла идея пригласить китайцев? Я знаю, что вы посещали Китай, да, там тоже проводили поединки. Связано это с каким-то договором о сотрудничестве. Да, да, мы несколько раз были в Китае, там боксировали. Суслан боксировал, Кабисов боксировал, там Татай Сармат выиграл там бой. Ну и где-то как. Видя, какого уровня наш бокс по-стински. Впервые иностранные боксеры, тем более, это было государство для Китая, это национальная сборная, это не там промышленные боксеры, это лидеры сборной Китая, которые боксировали на чемпионатах мира и на олимпиадах. И они попросились к нам на несколько месяцев на сборы, совместные сборы. Это в российской истории вообще первый раз, что приехали не на недельный сбор, совместный, а на полгода, чтобы боксеры приехали в Россию на подготовку. Значит, мы уже такого уровня, что они нам верят, что мы поднимем их бокс, китайский бокс, на принципе, а на другой уровне. Главный бой вечером будет со СНО. И вот что ты знаешь о своем сопернике, какой он боксер, какие у него сильные стороны? Ну, в обычной инвестии с Виталией Константиновичем смотрим, просматриваем людей, соперников. На этот раз двух боев там не оказалось в интернете. Так, примерно знаю про ВША, соперник, рост там примерно такой же, как я. А какой у тебя настрой на бой? Настрой, конечно же, выиграть, показать хороший бой. Суслан хорошо готовится, он в хорошей форме. Надеемся, что судья, если бой поднимет руку нашего бойца. Я хочу услышать о других ваших перспективных бойцах. Тот же Тебилов, Тебилов не будет у нас тут выступать? Нет, Тебилов это очень перспективный, но он на этот боксер, мы проводим профессиональные бои. А Тебилов, ему 17 лет, он еще выступает по любителям. Он выиграл несколько серьезных турниров в этом году. И надеемся, что в будущем тоже будет хорошим и с ним боксером, и профессиональным боксером. Что сейчас? Какой у него следующий? Сейчас идет подготовка, 4 месяца будет готовиться. И помимо Тебилова у нас там много перспективных молодых ребят. Валера Татайев, одна из самых главных звезд будущего, он в прошлом году выиграл. И северный, северокавказский этот федеральный округ чемпионом стал, потом стал чемпионом России, потом серебряным призером чемпионата Европы. Он практически пока не проигрывал, его засудили на чемпионате в первую финаль. Так что он тоже. Но они, сейчас мы их не будем форсировать, они будут... И по-моему, несколько человек еще таких вот с Южной Осетии. Это Вадим Дюеев, тяжеловец молодой. Они, кстати, с Валерой Татайевым родились в один день. В 2003 году, я точно дату не помню, кажется, 22 января в один день родились. И у нас такие перспективы. Четыре места будем готовиться. Четыре этапа сборов будет Владикавказ, потом Прильбусе на высоте 2300 на уровне моря, потом будет Сочи, побережье и заключительный этап, мы еще не определим, мы тоже в Южной Осетии. Четыре места будем готовиться, а потом профессионалы по своим, по своей программе, а юноши, молодежь, любители по своей. Там еще хотел бы отметить, помимо них у нас есть очень перспективный Хугаев Алан. Он, кстати, боксировал в программе Мурата Гассина в Сочи. Очень перспективный. И много ребят. Артур Кудухов, можно его выделить. Тоже очень перспективный молодой тяжеловес, тоже из Южной Осетии. Ну, всех сейчас не перечислено, но основных в ходе не указали. То есть уже можно говорить, что у нас есть определенные какие-то уже традиции, да? Ну, конечно. Уже как-то уже серьезная структура и Рома Легионы, и уже какие-то корни пустыни достаточно. Ну, раньше как было у нас? Ну, был Забоев и Забоев. За ним там Оскар, Чочи, Забоев. Ну, это оторван было от всех. Забоев, а остальные намного ниже. Потом Алборов, там, Роберт, Лев. Ну, все равно единицы были. Они были звездами, но все равно за ними обычно там. Суслан, Усланов, там, Алан Чехуев. Ну, за Алборовым, если Алборовым было, то вокруг же не было таких. А сейчас есть ТД, Мурат, Гасси. Я еще перечислил столько звезд. И это уже, значит, не случайно. У нас и традиции, и школа сильная. Ну, как я сказал, вот китайцы попросились к нам, чтобы мы их тренировали не на один совместный сбор, а на целое полугодие они там едут. И лучше своих боксеров отправлять, чтобы мы их тренировали. Виталий Константинович, вот, на мой взгляд, правильно сказали, что Остинская школа бокса, да, ее нельзя разделять, так как большинство, скажем, боксеров, которые сейчас на передовых позициях, они выходцы из Южной Осетии, да, включая и тренеров. Вот у меня вопросы с этим есть ли вот в планах, может быть, долгосрочных, и открытие здесь тоже базы вот профессионального, да, бокса. Ну, клуба по аналогии с «Арианой» в Валикавказе. Ну, клуба, такого клуба, как «Арианой», наверное, и в России нет. Так, если посчитать, то вот эти клубы, которые есть там, подольские, екатеринбургские, тоже челябинские, они же не свои боксеры. Это все боксеры, которых они там со всей России собирают, выбирают. У нас все боксеры, мы никого никогда ни от года не везем, у нас они все свои. Приходят дети, мы их воспитываем и становятся потом чемпионами. А в Южной Осетии прекрасно работают, почему? Ну, клуб, как «Арианой», конечно, будет сложно, но все равно, хорошая школа, в Олимпе работают, много хороших тренеров, у них и результаты растут, и наши выезжают постоянно, что-то выигрывают. Но имеется в виду, что профессионалы здесь тоже как-то готовились, развивались. Мы же не можем одновременно быть и там, и здесь. Если кто-то будет стоящий, хороший, то мы подтянем и поможем и сами заинтересованы в продвижении. Спасибо. Еще вопрос, если можно, если разрешит ведущий модератор. Вот не могу не спросить по бою, наверное, с Комином набил этот вопрос, Гассий Вусик, не спрашиваю, где он будет, это все как бы решится. Вот ваше мнение по сопернику Мурата, по Усику. Ну, это выдающийся боксер, надо реально смотреть, это очень сильный. Он практически непобежденный, непобедимый. Он с детства выиграл все в любителях, чемпионаты мира, Европы, по юношам, молодежи, по взрослым выиграл все, включая Олимпийские игры. И в профессионалах два пояса чемпиона мира, забыл UBC. И этот, что бы был, да, у него. Выдающийся боксер, очень сильный. Ну, этот бой, вот раз, выявить сильнейшего. Такого боя, наверное, давно не было, на Миро, не в одном весе. Вот со времен Лянарда, Оскара Белохора, среди премьер-гейзеров бои, что вот так действительно свели двух. Обычно же они обходят в другую. А тут встречаются два сильнейших, и мы надеемся, что главным чемпионом локации наш боксер. Вопрос о дате проведения боя решен? Ну, по дате решен. Идей будет еще решаться. Вроде уже решили, а потом включаются еще какие-то силы. Я все не могу сейчас рассказать, но очень тяжелые переговоры. С нашей стороны, с российской стороны, со стороны вралбокс-промыши, тоже федерация бокса, и еще другие структуры. В общем, идут тяжелые переговоры. В принципе, уже согласны везде, и в Австралии, и в Англии. Надо конкретно уже расписаться и поставить точку. В ближайшие несколько дней все уже решится и объявляет место боя. А так время, дата, это 21-22 июля. Это уже, скорее всего, не поменяется. Просто разговор о месте боя. То есть, в течение недели мы собираем? Да, это уже объявляет точно. Да, в течение недели точно. Очевидно, что вы уже выдающийся тренер, это факт. Вот вам, как профессионалу, как тренеру, каким-то образом, ну, не совсем корректно, но можно сравнить Дортикоса и Усика? Разные боксеры. Нельзя сказать, что это лучше или хуже. Просто Дортикос, это выдающийся нокаутер. У него 99% там нокаутов. Один бы только он провел до конца, и только они говорят, что таким тоже выдающимся боксером, Мирандой, Эльцом Мирандой, он до конца боксировал, он уверенно выиграл, но говорят, что он сломал в середине боя руку, и поэтому Миранду доставил. А так он всех уничтожает, включая таких мощных, как Каленга, Юлиус Каленга, это очень сильный боксер, и Дортикос его нокаутировал, но не помню, в 9-10 раунде. 22 боя, 22 победы, из них 21 нокаут. А Усик, это, может, не такой мюш, как Дортикос, но техники передвижения, мастерства, я думаю, выше всех в этом лесе. У него тоже есть печь. Ну, печь, ну, еще достать надо эту печь. Конечно. Да, да, так. Мы же видели, с Дортикосом, до последнего раунда все шло, было неизвестно. Мы думали, что Миран выигрывает, а никто же не знал, как там записки идут. Сейчас мы знаем. После боя, что он вел там плюс 3 или 4 раунда ему, судя отдавали. А вою же, ты не знаешь, как там считать. Так что все сложилось, и слава Богу. Дядь Константинович, поможено Ваше мнение как тренера. А вот какой будущий игрок Рихсаева в форт-боксе, если он, однозначно, только недавно начал в форт-боксе? Ну, по тренеру ситуация какая? Он боксировал, был молодой, легкий. Потом он, 18 лет исполнилось, его забрали в армию. С армии он приехал, прибавил килограммов, ну, прилично. Стал, возмужал. Ну, начинает набирать, и мы уже больше года работаем. Сейчас он уже провел два профессиональных боя, а в дальнейшем, вы увидите, я не поверю, думаю, что мы, в общем, не будем загадывать, посмотрите, оцените, чего он сегодня стоит, и что можно, будет, трудно предугадать, что будет, но мы не поверим. Стро, я только на поведу, на все четыре рамы, все. Ты же успел, в атмосфере, со тренером изучить все свои слабые силы? Да, мы уже с тренером просмотрели все его бои, прогнозируемый район, что он из себя представляет. И, ну, мы должны показать хороший бокс. Тослан обладает поясом молодежного чемпиона мира IBF, и боксирует уже, как бы, да, по взрослым. Какие у него сейчас позиции по IBF, насколько я знаю, он движется, да, какие у него позиции, в рейтинге он, где находится, среди взрослых? В рейтинге, мы еще, полики от топовой десятки, от объективности, смотрели, в какой-то момент, уже приблизились, большим рейтингом, оно, было одна травма, другая, там, неудачи, болезни, и немножко это бибило на полтора года. Сейчас набираем, с божьей помощью, сейчас, если он поддерживает победу над чемпионом, над узбеком, узбекским боксером, то в следующий бой уже идет в Азии, или в Макао, или в этом, в Гонконге, будет бой. Проект, это суперсерия, во второй линии. Вот Мурат боксирует в суперсерии, это первые, первые 8 человек, а за ними, вот, точно таки уже сделали, восьмерку. И вот в этой суперсерии из российских боксеров, я не ошибаюсь, попали только 2 человека, Мурат этот, Сослан, и там, с Екатеринбурга, кто-то. И, ну, пока об этом не будем думать, надо выиграть здесь, в Южно-Осетии. А дальше, летом уже по этому проекту будет двигаться. Если кто выигрывает этот проект, тот автоматически входит в рейтинги в десятку сильнейших, по всем версиям, кажется. Девочки у нас тренируются во всех залах, девочки, их очень много, но я как-то, не очень, мне нравится. Они тренируются, пусть тренируются, их никто не выгоняет, родители приводят. Ну, представьте, девочка, ну, поскольку, красивая личика, и друг, и друг, это не совсем, я не знаю, я не знаю, какой-то гимнастикой занимается, плаванием, делом. И я вообще, девочек не запускаю в зал, если у них нет вот таких масок, лицо, чтобы закрывали. У меня вопрос к президенту федерации бокса, господин Владимирович. Плачевное создание нашей школы бокса в большом парке, оно давно, ясно, всем видно. Есть какие-то перспективы на его реконструкцию и вообще создание отдельное какое-то, ну, надо раздать, куда делать, чтобы было отдельное какое-то здание. Вот, Алексей Заврович полотворный здесь работает, это уже видно. Вот, но чтобы, не то, что вот искали место, где-то, да, в Олимпии есть, или, но вот, самое конкретное, чтобы было отдельное здание школы бокса и мы на раздарь его делали. Ты имеешь в виду само здание, школу бокса? Само здание, естественно, уже, когда оно работало, там и боксеры были, и штангисты были, и, ну, оно более, наверное, ГРТД не было, наверное, больше, более эффективно. Наверное, было бы, конечно, неплохо, данной традицией, это, да, бокс, в принципе, бокс здесь в Южной Осетии очень популярный тогда стал, Дадьяни был, который основал эту школу, и это тоже не случайно, что вот сегодня такой уровень боксеры, это все-таки, наверное, традиция у нас, традиция осталась, и преданность боксу. И рано или поздно, наверное, его тоже восстановят, в душе, период, один момент, когда уже начали, и потом, сейчас я даже не знаю, на каком уровне. Ну, естественно, учитывая то, что сейчас очень бокс идет, у нас, особенно, у Рандгасов, это уже, мы все ориентируемся на него, очень мощный такой настрой среди молодежи, среди детей, которые хотят быть похожими на него, и я думаю, конечно, и одного липа недостаточно, поэтому, исторически, он был в поле бокса, там алюмистские чемпионы выросли, и было бы логично его восстановить, и развить. То есть, в принципе, в планах это есть? Да, в планах он всегда был, я же говорю, уже одни раз, даже, он же все будет, все делаем, нас позвали, перепришли, осметили все, положено потом, не знаю там, смена власти, и прави за что потом. Но я думаю, что я с вами опять этот вопрос, где та есть у нас правительство, будем надеяться, что постановят.